Труп Айры нашли утром. Ее смех стал настоящим потрясением для Прайда. Мы похоронили ее этим же днем, на самом высоком холме. Сэйди не хотела уходить от ее могилы. Она пыталась мне помочь, а я плюну ее в лицо за это. Мне очень жаль, Сэйди. Тебе не за что извиняться. Она была старая и больна. Но у меня такое ощущение, что она заболела из-за меня. Она знала, что у меня есть проблемы, и она выловила мою семью из земель Прайда. Я даже не поблагодарила ее за это. Помощь мне ее изгубила. Не стоило на тебя в это втягивать. У тебя и так с родителями проблемы, что они никак не помирятся. Теперь еще и это. Я скажу Акона, что соврала. Если ему Юрия арестуют, а суд состоится, то в Прайде начнется переполох. Несправедливо получится, что все шишки полетят в тебя и в твою семью. Я не могу с тобой так поступить, Сэйди. Я не буду так с тобой поступать. Я постараюсь хорошо себя вести. Тогда мой Юрий не будет трогать меня и сестер. Мы справимся. Но ведь так нельзя жить, Кэт. Нельзя. Когда ты не радуешься жизни, а так оно и есть. Нет. Будем придерживаться плана. Этого хотел бы бабуся. Но. Никаких но. Я обещала, что помогу тебе, и я сдержу свое слово. Моя сестра, по правде, очень упрямая, властная и непреклонная. Но это значит, что она самая лучшая подруга, которая только может быть у меня. Только не думай, что сможет таки затолкнуть меня в воду. Ни за что. Ха. Посмотрим, Кэт. Посмотрим. Что ж, самое время объяснить, как Зайке влилась во всю эту историю. Все началось с того, когда я заметила, что мама стала жирной. Что? Так и есть. И ты стала чаще на всех орать. Извини-ка. Видишь? Кто-то может подумать, что ты беременна. Ой, да ладно. Да не. Скажи мне, что ты просто разжирела. Что такого в том, что я беременна? О боже, мам. Что? Что в этом такого плохого? Зачем вам еще? Вам настроих мало? Во имя святого, Кэт. Я-то думала, что ты будешь рада. У тебя же появится маленький приспешник. Или что там старшие дети делают с младшими? Но, мам, ты же ненавидишь, львят. Я определенно ненавижу, львят. С чего ты взяла? Ты ненавидишь меня? Нет, не ненавижу. Боже, Кэт. Ты моя дочь, и я люблю тебя. А теперь заткнись и оставь меня в покое. Ты все равно жирная. Считай, что я толстая сейчас. Видела бы ты меня, когда была беременна вами тремя. Я была больше, чем скала предков. Ну, не обвиняй меня в своей жирноте. Я была там еще карликом, помнишь? Кэт, ты всегда будешь карликом. Я просто к тому, что если у тебя скоро начнутся уроки охоты, то и у нас тоже. Я очень хочу научиться. Будет весело. Ой, е, я еще долго не буду охотиться. Ма сказала, что хочет, чтобы я просто пока наблюдала за ней. Она сказала, что начнет обучить меня этому ремеслу рано, если я однажды стану вожаком. А, но я тоже хочу посмотреть. Я хочу учиться. Спросишь у мамы, можно ли нам с вами? Да, конечно, я спрошу у нее. Думаю, она согласится. Мама беременна. Да ладно, Кэт, правда? Ты что, только заметила? О, простите, то есть вы знали, а я нет? Кэт, Кэт, как ты могла не знать, где ты была последние пару недель? Ты в самом деле не знала, Кэт? Даже я знала. Я просто не говорила об этом, чтобы ты не ворчала лишний раз. Да, как ты думаешь, почему бабушка Кадира и тетя Сарафина не уходят? Мама и папа разрешили им остаться, пока львенок не родится. Ха, думаю, весь Прайд в курсе. Не бить счастья, сестренка. Пойдем с нами на руки охоты, развеешься. Ники, тебе тоже стоит пойти. Эй, я знаю. А если мама с Эдди скажет нет, может, ты могла бы нас поучить? Неа. Я просто предложила, почему нет? Потому что мне хватает забот с теми, что я приглядываю за вами в меховые комки. Не хватало мне еще учить вас охотиться. Нет, и все тут. Может, вы лучше попросите моего брата и Сарафину? Они вас лучше научат, чем я. И держи пари, они скоро заведут львят. Не надо на меня так смотреть. Если вы думали, что-то не случится, то ваша наблюдательность просто отстой. Они уже неделями не отлипают друг от друга. Ну вот и няньчи с теми львятами, когда те родятся. Жалуешься, что зависаешь с нами, когда мы тебя об этом и не просили. Нам не нужна нянька, мы уже не маленькие. Ну же я, пойдем. Нам не нужна Ники. Мы и без нее охотиться научимся. Я почти не вслушивалась перепалку между Адой и Ники. Моя голова была забита совершенно другими мыслями. Я стала внимательно наблюдать за тем, что творилось в Праде. Как Ники сказал, тетя Сарафина и Акона сблизились. Думаю, мне стоило волноваться из-за того, что Акона отвлекся от своей миссии. Но нет. Я была искренне рада видеть тетю счастливой. А потом родилась Закия. Знаю, мальчик после трех девочек был бы больше к месту. Но ты только глянь на нее, Муюри. Она так похожа на тебя. И я этому рада. Да, я был бы рад, если бы родился сын. Но пол-то не такая уж и проблема. Да и не болезнь. Она идеальна. И со мной она такой и останется. Все были рады рождению Закии. Хоть у некоторых в Праде были свои проблемы. Ты ничтожество, Утиша. Зачем ты вообще вернулся? Ты лишь превращаешь мою жизнь в ад. Ты знала, что у меня к тебе нет чувств, Брие. Если не можешь с этим смириться, то, может, уйдешь отсюда? Скорее, Кэт. Учимся плавать дальше. Скоро у тебя все получится. Я верю в тебя. Она никогда не показывала, что страдает. Жаль. Я бы этого хотела. Я хотела ей помочь. Она такая бескорыстная. Я знала, что Сади пыталась смириться со смертью Айра. Я знала о том, что ее родители все так же ругаются. Я позволила ей научить меня плавать, так как похоже, так она отвлекалась от своих проблем. Она говорила, что все хочет помочь мне с Майюри. На что у меня были свои сомнения. Я не могла скинуть на нее свои проблемы. Это было бы нечестно. Я больше не переживала за то, что меня селком утащили из земли Прайда. Я не хотела назад. Здесь была Сэдди. Я хотела быть с ней. Мама помирилась с бабушкой Кадирой и тетей Сарафиной. А Майюри даже сказала, что они могут приходить к нам в гости, когда захотят. Что больше поражало, так это то, что Майюри уже давно не бил нас. Наверное, из-за того, что Акона был рядом. Он ничего и не делал. А может, из-за того, что мы не давали ему повода наброситься на нас. Я стала задумываться о том, что заслужила этих наказаний. Если я буду за собой следить, то все будет хорошо. Я извинюсь перед Акона за потраченное время. Я не хочу, чтобы были новые проблемы из-за каши, что я могу и сама расхлебать. Чтобы они были у Сэдди. И коль уж все счастливы, то кто я такая, чтобы все это испортить? Что-то слишком многого я хочу. Так что, Майюри, знаешь, я не уверена, что мне делать. В гневе я сказала, чтобы она ушла, но разве я могу и хотеть этого? И если она уйдет, то и Сэдди тоже. Я не могу выгнать собственную дочь. Это ее дом. Ее нельзя винить в наших распрях. Я бы на твоем месте ушел сам, но... Ты это ты, решать тебе. Ведь придется отказаться от своего титула. Честно говоря, я не думаю, что счастлив тут. Брия, Айра и я создали прайс, чтобы выжить. Но я никогда не чувствовала себя здесь, как дома. И что же тебя останавливает? Страх того, что провалюсь как лидер и отец. Не пойми не так, Сэдди славная девочка. Но у меня с ней не ладится отношение. Я знаю, что будет неправильно уйти, не попытавшись быть здесь ради нее. Проблема в том, что я этого не хочу. Зачем жить во лжи у Тиша? Разве это честно, что ты врешь Сэдди о том, что любишь ее? Подумай, что с ней будет, когда она узнает, что это ложь. Не думаю, что ей нравится слушать вашу сбри ежедневную ругань. Но, к тому же, это несет пользу и прайду. Я слышал разговор Акона и Никита Руки. Его прислали понаблюдать за прайдом. За этим он здесь на самом деле. Что? Не хочу тебя пугать, но Акона пришел как раз тогда, когда у тебя с Брии начались разногласия. Если он здесь, чтобы проверить, как это отразится на управлении прайдом, то... Но... но почему Никита Рука ничего не сказала? Верность брату? Кто же знает. Будь уверен, что никто не будет винить себя, если ты уйдешь искать счастья где-то еще. Ведь это может спасти целый прайд от бед. У Тиши нужно было лишь подтолкнуть. Зная, что его присутствие лишь всем вредит, он принял решение уйти. Брия была раздавлена, хоть и знала, что им изначально не суждено было быть вместе. Мне правда очень жаль. Это все не есть хорошо. Сэдди, прошу, не вини себя в этом, поскольку тут нет твоей вины. Ты ничего не сделаешь, чтобы это заслужить. Надеюсь, ты понимаешь, что я не хотел, чтобы ты прошла через подобное. Я плохой отец, и я не жду от тебя прощения. Если я останусь, то значит мы будем жить во лжи. А это несправедливо в отношении всех нас. Твоя мама заслуживает быть счастливой и найти того, кто ее полюбит. Кто-то, но не я. Прости, что дал тебе пустые надежды. Я не прощаюсь с тобой навсегда, детка. Я пришел тебе весточку, чтобы ты всегда могла найти меня. Если тебе нужна будет помощь, то... Ну, обращайся, я у тебя в долгу. Прощай, Утиша. Вот значит как? Серьезно, Утиша? Решил свалить и ничего не сказать мне? Брия все мне рассказала. Как ты мог так поступить со своей дочерью? Я поговорил с Эдди, сказал, что будем изредка общаться. Ей этого достаточно. Это не твоего ума дело. Нет, ей этого недостаточно. Зачем ты себя дурачишь? Из чего бы это не мое дело? Мы же вроде друзья, нет? Я тоже так думал. На друзья не вонзать когти друг другу в спину. Что? Знаешь? Забудь. Просто скажи о коне, что оно может вернуться к королю с хорошими вестями. Вы все этого хотели. Я ухожу. Я даже не знаю, о чем ты толкуешь. Прибереги свои лекции, Никита Руга. Не хочу слышать твои нравучения, ведь ты тоже покинула свой прайд. Я не осуждал тебя. Так и ты не осуждай меня. Это совершенно другое. Я никого не бросала. Да что ты, уверена? Я иногда вижу со своей семьей, и у нас очень теплые отношения. Но ты же была в королевской страже. А значит кино целое от королевства. Честно, Никита Руга, ты ничем не лучше меня. У тебя хватает наглости порицать меня. Но сама ты бесстыжая лицемерка. Это правда. Я умею признавать свои ошибки. Ты ничтожество и врунье. Забери свои слова назад. Видишь? Правда, глаза колет. Я буду общаться с Эдди, если она от того захочет. Я все сделал для нее. Я ставил прайд в хороших лапах. Мне наплевать, что ты бросил службу своего короля. Всегда было плевать. А сейчас ты строишь надо мной. И строишь за моей спиной костни. После всего, что я сделал для тебя. Я помог тебе. И принял в прайд. Это просто низко, Никита Руга. Лицемерно и низко. Следующие несколько недель Ники притихла и избегала всех по возможности. Ну же, Ники. Нельзя же вечно здесь торчать. Утиша принял решение. В этом нет твоей вины. Нет твоей вины! Дело не только в том, что он ушел. А в том, что он сказал. Я не понимаю. Да, он, конечно, прав по поводу меня. Я и правда ничтожество. В своей жизни я ничего не сделала правильно. И ты послушала чувака, что бросил всю свою семью? Ники, какого хрена? Я-то думала, что ты выше этого. Выше этого. Ты та, на кого я всегда равнялась и буду. Ты спасла мою жизнь, помнишь? И что, что ты ушла от горы духов? Там хватает стражников. Ада была права. Никто и не просил тебя за нами приглядывать. Хоть мы тащим за носом в задницы. И это впечатляет куда больше, чем служба у этого ублюдка принца Шаху. Это что-то, что никогда не смог бы сделать утиша. Так что возьми себя в лапы. Если ты утишер остались на минорной ноте, то не сиди, а узнай у него почему. Узнай. Ведь можно все исправить, Ники. Так Ники и поступила. Ну, попыталась. Ты, наверное, шутишь? С чего ты взял, что я шучу, Муюри? Я крайне серьезна. Я найду его и спрошу, что случилось на самом деле. Что-то в этой истории не складывается. Я хочу, чтобы он объяснился. Это ради Сэйди, Брии и всего Прайда. Сэйди, Брии и всему Прайду лучше без него. Утиша не хотел бы быть частью вашего Прайда. Я уже разговаривала с королем. Божаком Прайда буду я. Возвращение утиши посеет лишь смуту. Не лезь не в свое дело. Просто приглядывай за львятами, как и раньше. У тебя хорошо получается. Не мое дело. Утиша мой друг. Я скоро вернусь. Я просто хочу с ним поговорить. Никита, рука. Я запрещаю. Запрещаешь мне? Хех, шутник. Скоро увидимся. Так это ты. Ты это сделал. Мою или нет? Отпусти ее. Прошу, подумай о последствиях. Ты высказался. Она тебя поняла. Пойдем домой прочь от дождя. Прошу. Ради меня. Ради нас. Хорошо. Думаю, она поняла, что мне не стоит перечить. Я буду приглядывать за тобой, Никита, рука. Ублюдок. Как ты меня назвала? Ты слышал? Как ты смеешь? Нет, мой Юрий. Что ты с ним сделала? Никита, рука. Что ты творишь? Ублюдок напал на меня. Я защищалась. Что? Все так и было? Моюри, Джохари, отвечайте. Порой моя мать поступала правильно. Думаю, вы и так все поняли. Все предельно ясно. Она врет. Она первая напала на Моюри. Он ударил ее, пытаясь защититься. И все из-за ухода утиша. Она посчитала, что Моюри его подговорил. Она же сумасшедшая. Ой, не смотри на меня так испуганно. Ты всегда была злой. Ребята тебя боялись, чтоб ты сгнила. Я в это не верю. Моя сестра вовсе не жестокая. Но и Джохари не врет. Ты изгнала из этих земель кусок говна. Убегай, пока еще можешь. Скоро стража придет по твою душу. Заткнись, Кэт, это не смешно. Нет, определенно нет. Ада, что заставило тебя это сказать? Ничего. Брию попросили присмотреть за нами во время суда. Но она высказалась дать физические показания. Она спрашивала о Нике. Правда ли мы ее боялись? Естественно, мы сказали, что нет. Мы дали понять, что Нике наша подруга. Брия предложила, чтобы мы тоже были на суде и дали показания. Но наши родители нам запретили. Королевский суд хотел допросить и нас. Но до нас дело не дошло. Совсем недавно Шаха стал королем. Он все еще держал на Нике злобу. Из-за чего справедливого суда не было. Как бы ни старалась Брия помочь ей, обвинения с Нике сняты не были. Мы больше не видели ее. И не слышали о ней.